добрый день 13 декабря значит идея торговая торговая схема на индексах волатильности в зоне низкой волатильности зона низкой волатильности если брать от викс а индекс волатилити бывает довольно часто скажем в этом году это еще двенадцатом но низкая имеется до 15 18 процентов 14 14 половиной нижняя нижняя зона в этом году это примерно месяцев 5 просто больше он регулярно прилипает и находится в этой зоне нижней волатильности поскольку есть производные индексы волатильности которые привязаны к фьючерсам на индекс волатильность на викс в частности в xx то можно рассчитать максимальное падение производного индекса в xx учитывая текущая контанга на фьючерсах первое второе возможное падение индексы волатильности в xx при этом там погрешность такого рода что бывает на экспирацию фьючерс первый фьючерс не совпадает с индексом волатильности вот этой погрешностью пренебрегаю то что там не бывает большого расхождения второй момент что производные индексы волатильности с точностью значит идут по фьючерсам тоже некоторое расхождение есть но тоже оно незначительно расчет простой вот у нас есть индекс в xx на excel файле можно достаточно просто рассчитать теоретическое максимальное падение в xx за время существования значит тех фьючерсов которые находятся в нем то есть 1 и 2 вносим текущее значение в xx в xx на вчера он закрылся 29 так 29 57 сидеть на самом деле сотые не важны викс викс почему эта схема эффективна потому что он находится внизу 1595 при этом вот третий момент трейдер должен прогнозировать куда он должен может вообще упасть конечно можно прогнозировать что он на 14 упадет или на 10 например но тогда конечно этой схемы пользоваться лучше не надо то есть я бы например 15 рассматривал как сильный суппортом для волатильности американского рынка декабрь месяц рождество новый год но тем не менее экономическая жизнь активность она не заканчивается будут события но наверно в большей степени за после нового года поэтому можно взять прогноз 15 можно 14 половиной в зависимости от этого цифра вот здесь она будет искать тракт но более консервативного вариант 14 теперь то есть это куда может упасть она шутить изменилась изменилась значит изменения считаю 9 процентов от того что есть значит x2 имеется ввиду 2 1690 контанга считается как разница между вторым фьючерсом и индексом процентом 6 и потом суммируется возможное падение индекса плюс контанга и это составляет 15 процентов соответственно 15 процентов составляет для производного индекса волатильности 25 и 2 получается методом расчет вычитать 29 и 6 текущие значения минус 15 процентов значит на самом деле вот этой точке без убытка достаточно легко достичь 25 и 2 путем построения как бы двойной комбинации это покрытые тут и то есть мы продаем индекс 1000 или 10 продаем и потом бонусом еще за границей уже границы вот этой точки без убытка ожидаемый продаем 24 91 ну понятно что здесь вот это количество во первых можно регулировать во вторых регулирует можно страй то есть ну уж совсем для осторожных можно и да и ниже разместить хотя в этой комбинации я бы придерживался дельты положительной и нейтральной ну вот примерно вот такой вариант почему потому что движение волатильности вниз нападение она весьма ограничена более того она будет замедляться в случае снижения случае роста она будет быстро и относительно не не иметь границу ровно всегда имеет границу тем не менее ход наверх гораздо больше дальше может быть вот значит можно сравнить эту комбинацию с просто продажи опционов то есть если это так то можно просто тупо продать опционы за границей но во первых это позиция будет совсем не нейтрально что например у меня не вызывает чувство комфорта то есть вот такая вот например 25 30 но практически у нас там было 25 20 надо просто другой строитель вот но она совсем не нейтральная в случае росты с и сейчас индекс пойдет вниз и возникнут бумажные убытки что не очень приятно во первых во вторых первой редакции эту схему можно использовать дважды то есть зона индекса волатильности когда он находится в нижней зоне здесь когда он рано или поздно пойдет наверх и превысит 18 процентов в этом случае и его извините его можно переводить в простую схему покрытый покрытый путь да то есть она превращает превратится тогда вот в такую на том основании что индекс вот конкретно в xx распадается в течение года на ну там больше 70 процентов за счет эффекта контанга а покрытый путь он как бы страхует вот эти перепады ну такая мысль то есть можно регулировать количество страйки ну и тем самым регулировать дельту то есть я бы убил ее все-таки слабо положительно да вот что то вот такого на том основании что движение вниз у латильности ограничено спасибо